Посмотрите, какие старые-старые, какие-то такие фрески, их уже почти не видно, сколько им лет, вы представляете? Это так, как алтарь, видите там? Это не потеряемся, что мы потеряем, это наша группа. Смотрите, какие-то уже старые-старые. А я вам еще не показала более детально вот эти вот красивые такие, смотрите, какие они в серебре. Вот главное, видите, родился Иисус Христос. Здесь очень много всего из России подарено. Вот видите, двуглавый на двумбасе. Только подумать, представляете, это было раньше пустырь и были такие вот как пещерки. И вот раньше на перепись населения сюда приходили в обязательном порядке. Пришла Мария тоже со своей семьей. И у нее начались роды, вот она в этой пещере родила Иисуса Христа, спасителя нашего Иисуса Христа. Время службы католиков и пещера будет закрыта. Но до того, как полностью нас отсюда... Сделайте несколько шагов ко мне поближе. До того, как здесь все будет перекрыто. Я спешу сообщить вам, что здесь 30% атрибутики дары из России. Вдумайтесь, 30%. Посмотрите на эти маленькие иконы. Многие к ним уже подходили. Это дар российского императора Николая II. Здравия своей семье. Огромные иконы по центру серебряные. Это подарки из Греба. А это паникадилы, каждый из которых весит 420 килограммов чистого серебра. Изготовил мастер Крюге в немецком Дюссельдорфе. Но по заказу Николая II оплата была в канцелярии в Петербурге. Каждая из них из чистого серебра. Открою вам страшную тайну. Это был ноу-хаус Святой Земли. Извини. Они использовали электроэнергию. Не свечи, а электричество. Что интересно, их чистят 3 раза в год. На протяжении последних 100 лет проводку не меняли. Медная проводка, которая пользуется по сей день. А это дар Александра III. Посмотрите, еще одна звездочка. Видите, перламутровая. Это часть православных. Часть армян светится. А мы переходим в католическую часть. Не менее интересно, чем часть православная. Но мы при этом не потеряем наш глазок из видов. Внизу мы видим с вами мозаику. Это пол царицы Елены. Четвертого цвета. Давайте отсюда. А я вам показывала. Вот я пол покажу. Делайте несколько шагов ко мне и развернитесь лицом в часть католическую. Можно приготовить камеры и фотоаппараты. Потянитесь ко мне поближе. Те, кто стоит в проходе, там. Идите сюда, идите ко мне. Они выйдут из этих железных дверей и пройдут туда, откуда вы выходите. Вам все будет видно и все будет слышно. Можно приготовить фотоаппараты и можно приготовить камеры. Те, кто выходит, идите сюда еще поближе, поближе. Слышите колокол? Нет. Просто о sense. Субтитры подогнали Симон. 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 Будем обедать совсем близко. Там будут даже удобства. Все очень узенько. Все прямо так машины еле и еле. Вы видите, как тут совсем мало места. Деньги ходят любые. Хотите доллары, хотите евро, хотите рубли рус. В рублях, даже в гривнах можно платить и за свечи, и батюшки, и все, все, все. Интернационально нет. Да, тут проблем ни в чем нет. Вот тут, видите, палестинская. Вот из-за этого, а нет, израильтянам нельзя. Так, мы сейчас идем в такой как кафе. Здесь можно сходить в туалет и можно покушать. Здесь, видите, вот. В этом кафе вы можете с собой взять, покушать там. Или же взять. Вот здесь комплексные обеды такие подаются. Наш человека стоит 60 шекелей. Что подают? Подают что-то первое. Макароны. По типу шведского стола. Вот они подают 60 шекелей. Идемте, пройдемте, дальше посмотрим, что там. А не будет есть. Купить, наобед, шведский шекелей нормально. Да, это нормально. Ой, извините. Вот, смотрите, здесь подают у них овощи, всевозможные рыбы, если вы хотите. И здесь салаты. Вот, морковка. Ну, по типу шведского стола. Единственное, что, что напитки, это нужно покупать отдельно. А что такое красное? Это оливки такие или это помидоры красные какие-нибудь? Да, вот это вот все здесь. Ну, я брала с собой курочку. То есть на 60 шекелей можно набрать целую кучу, нормально. Вода такая обыкновенная здесь входит. И очередь небольшая. Но мы забыли с Сашей взять воду. Ну, ничего страшного. Так что, если хотите, берите с собой. Нет, значит, возьмете здесь комплексный обед. Все, мы покушали. Вот палестинские, смотрите, одежды. Видите, какие шапочки, кирогазики. Еще одна группа приехала. Много людей, видите, иностранцы, иностранцы, иностранцы. Но я смотрю наши кушали. Не знаю, сейчас я еще раз спрошу. То я вижу, что в тарелках очень много всего пооставалось. А вот здесь по телевизору показывали, значит, пекли они сладости. У меня есть видео, что мы с Ларисой делали с помощью такой, знаете, палочки. Вот здесь они это пекли. Так что это, наверное, национальное ихнее блюдо. Так, все, мои хорошие, мы выходим. А вот эта девушка молодая, вот эта вот девушка, она сама с Германией. Слушай, она рассказала такую историю интересную. У нее папа купил кольцо, ну и тут уже. А ну покажи, как это кольцо назвать. Я даже, она даже с собой у меня, я его принесла, чтобы оно стало святым. И они купили кольцо? Как это кольцо назвать? Расскажи. Это Соломон пошел к ювелиру. Вот это кольцо. Ого, какое кольцо большущее. Ну у него пальцы большие. Я думала, как у тебя. Это я себе тоже купила. Соломон пошел к ювелиру, сказал ему, сделайте мне кольцо. Это история. Это история, настоящая. Сделайте мне кольцо. Докажи, что ты ювелир. Он ему сделал кольцо. И написал в это кольцо, что все проходит. Соломону не понравилось, и он выкинул это кольцо. Но это кольцо вернулось к нему. Он читает опять. В нем написано, что все проходит. И еще, и даже это пройдет. Ну, смысл в этом, что он был богатый, и он не хотел, чтобы богатство уходило. А если бы ты бедному дал кольцо, бедному подумал, что все проходит. А, это и пройдет, у меня будут лучшие времена. Ну, это такое, знаете... Кто как хочет, так и думает. Да, да. Да. И мой папа, мы были в храме, там, где Иисус healed people. Как healed. Она в Германии живет просто. Я не понимаю, и на самом деле... Ну, если он слепой был, он стал видеть. А, он исцелял людей. Да. И мы, короче, пошли туда, и там помолились. Пошли потом к озеру Галилейскому, который он размечал, и на котором он ходил. Мы были одни, и он хотел помыть руки. Помыл руки, смотрит, кольца нету. Потерял кольцо. И, короче, мы искали его везде уже. Он прыгал, искакал, и нигде не нашли. И сказали, ладно, надо было дать жертву богу, чтобы было все хорошо. Уезжаем. Сели в автобус, поехали в ресторан. В ресторане покушали. Это было в Магдале, там, где родилась Мария Магдалена. Мы идем, он поворачивается, слышит звук металла. Поворачивается, под ногами лежит его кольцо. Обалдеть. Мы вообще... Она нам рассказала эту историю, мы просто офигели. Она не подставной, нет, нет, не лиц. Она просто такая туристка, как и мы, просто она живет в Германии. Подставная я, еще какая подставная. Подставная. Короче, это было очень-очень интересно. Так что чудеса, просто творятся чудеса. Спасибо тебе за твою историю. Желаю всего хорошего. Спасибо большое, спасибо. Так, ну что, мы сейчас выезжаем уже, покидаем Вифлеем и едем в Иерусалим. То есть это палестинская территория, вы уже поняли. Туда дальше Израиль уже. Это я с краю. Здесь вообще тут ходить пешеходам очень тяжело. Да, и Ордания там. Вот тоже все, видите, неяркое такое. Все сливается и с цветом грунта. Вот такая вот палестина. Но мы побывали в шикарном этом храме. Я очень довольна. Следующий храм тоже очень такой знатый. Мы сейчас сюда поедем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...